Ну что ж, Ньющий оказался очень жирным, дал нам большое количество душ, и давайте их куда-нибудь потратим. Но перед этим можно прокачать нашу флягу. И нам хватает на целых 7 уровней, но давайте не будем тратить все души только на прокачку. Поднимем до 30 силы и пару уровней отдадим на ловкость. И перед тем, как продвигаться дальше, мне снова придется спуститься в эту яму, для того, чтобы открыть 3 двери, от которых я не так давно нашел ключ. Первая дверь находится сразу же после спуска по самой длинной лестнице. Используем забытый ключ. И здесь у нас 3 сундука и 1 труп. Куготь дракона. Вихрь душ. Ветка ведьминого дерева. Колокольная лоза. И большое копье молний. Очень много предметов только что подбирал, и давайте сразу их прочитаем. Коготь дракона. Плохо сохранившийся коготь дракона. Легенда гласит, что в глубинах черной расселены, за запертой снаружи дверью, лежит прекрасный город, выстроенный ради дремлющего в нем дракона. Этот коготь очень старый, но по-прежнему лучится силой. Это ключ для того, чтобы попасть в DLC. Вихрь душ. Одно из потерянных заклинаний, сохранившихся в склепе нежити. Выстреливает череду из наводящихся на цель душ. От него крайне сложно укрыться, и поэтому оно эффективно против подвижных врагов. Ветвь бродячего ведьминого дерева усиливает действия волшебства и порчи. Когда-то это было ветви ведьминого дерева, а теперь используется как оружие. Колокольная лоза. Колокольную лозу ведьминого дерева можно найти среди старых ветвей. Она усиливает действия чудес и порчи. Изгнанные клирики используют такую лозу в качестве катализатора для чудес. Большинство клириков, лишенных сана, на деле никуда не годятся. Но встречаются и сильные маги, которых просто испугался кто-то, наделенный властью. Колокольная лоза не лучший из катализаторов, но все же достаточно сильный. И Большое Копье Молнии. Чудо, поражающее врага мощным Копьем Молнии. Говорят, что это наследие древнего клана, вождя которого почитали как Бога Солнца. Название этого клана давно забыто, но лучезарное сияние нашего Великого Отца не угаснет никогда. И теперь нам предстоит спуститься в помойку. Здесь нам, в принципе, не так далеко бежать. Достаточно спуститься здесь вниз. Ребята даже не хотят меня атаковать. Ну, или почти не хотят. Возможно, если бы я тихо прошел, они так бы и продолжали даже сидеть. Нам нужно на тот пятачок. Давайте зажгем факел, чтобы было немножко посветлее. Более подробно разглядим эти стекающие фекалии. Ух ты, успели отравить. Да, здесь еще целая куча инвестных статуй. Ну, нас уже отравили, поэтому нам уже не страшно. И большой щит Хавала и Сет Хавала. Так. Не то я немножко съел. Хавал нам тоже известен по первому Dark Souls. Давайте почитаем, что про него здесь пишут. Большой щит Хавала. Щит, вырезанный из огромного валуна. Он тверд, как камень, обеспечивает прекрасную защиту, но при этом ужасно тяжелый. Щит настолько тяжел, что если с ним отправиться в бой, отступить не получится, пока враг не будет побежден. Доспех Хавала. Доспех, словно высеченный из огромного валуна. Надежная защита и неподъемный вес. Не совсем ясно, что такое или кто такой Хавал. Одни говорят, что так звали воина, носившего эти доспехи. Другие же утверждают, что так называлось Великое Королевство, павшее в жестокой войне. Ну, блин, шутники. А так звали воина, который ненавидел магию и, можно сказать, был предан гвинам. Черное расселение. Нужно быть осторожнее, так как все твари здесь возродились. Так, нам нужен уступ. Уступ. Ё, русский бог. Фух, успел. Меня только что чуть не покарал огромный фалос. И за этой дверью таится что-то более интересное. И этот дед даже поначалу может испугать. Ах, как это нестатый. И очень приятный дед. И это нестатый дед. И это нестатый дед. Продолжение следует... Этот дед путь к очередному ковенанту. Его нужно постречать в игре три раза. Чтобы он открыл нам портал. Этот ковенант достаточно интересен. Это ПВЕ ковенант. Но в который мы сможем вступить немного позже. И вроде как мы здесь закончили. Единственное, что можно здесь еще сделать, это... А, возжечь. Здесь уголь вражды. Для того, чтобы еще раз убить гниющего. И забрать у него старую душу. Так же здесь можно призвать луку. Давайте это сделаем. Победить гниющего не так сложно. И он даст очень много... Душ. А так же восстановились все предметы. Камень фараса. Но и игра стала сложнее, конечно. Но если быстро побежать, то в принципе и не так уж сложно. Особенно учитывая то, что... Босс здесь совсем рядом. И гниющий дубль 2. Теперь я уже не буду ему рубить руку. Лука, конечно же, будет сейчас тормозить. И только портит процесс. Но даже свои задницы умудряется. И меня косит. Да, конечно. Без должной прокачки. Это будет достаточно долгая битва. И возможно, что даже я могу и не справиться. Ну, я, наверное, заткнусь и постараюсь сосредоточиться. Вот и все. Вот опять Возможно мне надо было бы Одеть что-нибудь потяжелее Так я почти конец По-моему за весь бой она нанесла Максимум два удара Как бы полечилась что-ли Лучше бы я ее не призывал Только увеличил количество жизни И без того жирному гниющему Оу, вот это было завито Он достаточно неповоротный Ну не всегда конечно Да он может проводить такие турочки Ну в принципе и все да Достаточно простой И мы получаем еще одну душу гниющего И душу старого мертвеца Душу Нита Из первого Dark Souls Мы уже получали душу старого короля И теперь мы получили душу старого мертвеца Душа неописуемого Эта некогда великая душа Все еще оказывает влияние на землю вокруг Несмотря на то что за минувшие века От нее сохранилось лишь жалкие останки Ну Описание у них одинаковое Единственное что Название только меняется То есть догадайтесь сами Как говорится Ух ты, эта тварь пытается ко мне приближать Ну в DLC мы не пойдем И возвращаемся в Маджу Ну что ж Давайте наверное Сменим нашу одежду Мы не так давно подобрали достаточно Прикольный наряд Сет черной ведьмы И так как у нас персонаж Сейчас женского пола Этот сет на нас будет смотреться В принципе неплохо Так вот он выглядит Неплохая пятая точка У нашей героини И возможно нам Стоит сменить оружие И у меня сейчас дилемма Я сейчас могу продвинуться Дальше Либо Выполнить еще одно Незаконченное дело И наверное я выберу Выполнить еще одно Незаконченное дело Но для этого нам пригодится Какое-нибудь ударное оружие И давайте посмотрим Что у нас есть Ну из ударного оружия Конечно же у нас есть Большая дубина Огромная дубина И зуб дракона И старый молот рыцаря И чтобы не тратить титанит Я все таки наверное Выберу большую дубину В принципе и этого нам будет достаточно А также давайте Прокачаем Какое-нибудь Тяжелое Двуручное оружие Из тяжелого У нас есть Большой меч Черного рыцаря На который мне не хватает Тверы Цвайхендер И двуручный меч К сожалению Клеймор я у Венгарла Не купил Ну давайте еще Параллельно прокачаем Цвайхендер Такой вот огромный меч Во второй части Также можно прокачивать броню Но я что-то Как-то этим Не особо увлекаюсь Так у нас не хватило Поскольку титанита Давайте обратимся К его дочери У нее явно есть Что-то в продаже Можно также у нее Купить еще и уголь вражды Теперь у нее Обычные сколки Продаются в бесконечном количестве После убийства Старого железного короля А также у нее Появилось немного Больших поскольку Думаю нам этого пока хватит И давайте остановимся На плюс шести Не будем пока Расходовать обломки Они еще очень ценны Для нас И давайте что-нибудь Купим у нашего торгаша Например я у него Еще не покупал Сет Аллы Он достаточно дорогой Но гниющий нам Подогнал немного душ Ну мы можем его купить Также у нее продается Сет грешницы Но пока не будем его покупать Возможно у Меленте Что-нибудь появилось интересное Так у нее продаются Человеческие фигурки Но пока они нам не нужны О кстати Камень фараса Можно купить Лишнего он явно не будет Кстати будет очень полезным Выйти из крысиного ковенанта Потому что Есть еще одна локация Где можно вступить В этот ковенант И если я туда приду Уже Вступив в крысиный ковенант То Я не повстречаю там Еще одного босса Ну что ж Вроде как мы готовы У нас есть Цвай У нас есть Огромная дубина Интересно Если я поставлю То и другое Я не буду сильно перегружен Конечно же буду Слишком тяжело Ну давайте пока остановимся Тогда на дубине Не будем тратить все души Жалко что здесь Нельзя сделать куда-нибудь Депозит в костер Чтобы их не потерять И нам нужно вернуться В рощу охотников Мы здесь еще не посетили одно место Вон тот Огромный колизей Которое именуется Чистилищем нежити Где раньше Любили над нежитью Измываться Очень много различных Веселых ребят Так-так-так-так-так-так-так-так-так Дубина Дубина Дубинный вариант Что-то у меня совсем все разладилось Попасть Я даже попасть ни по кому не могу Еще и отравление Было сразу водить отсюда А мне нужно на тот мост Да, дубина Это, конечно, прекрасно Но Очень медленновато Толпы Не очень эффективно Вот это очень мощно Ну вот я потратил Очень много эскуса Которое было бы Не очень желательно тратить Что-то здесь Очень много Тощих полых Так, стоп Я не по тому мосту прошел Е-мое Торможу Мне нужно выше Блин, почему им срабатывают На бабочку А не На охотников На нежити Они же вроде как Ближе Эти ребята Очень мощные Но дубина Против них Прям очень хорошо решает Прямо очень хорошо решает Так, ну у меня очень много самоцветов в жизни И пора бы их, наверное, уже начинать тратить Так, здесь очень много различных засад Почему-то дубина не смогла сбить его с ног Также здесь еще и скелеты Именно поэтому я и взял Ударное оружие Потому что Нам предстоит очень много побить скелетов Шипастый кнут Мы, кстати, такой еще, по-моему, не брали Кнут покрытый колючками Он разрывает кожу Вызывая кровотечение Кнут хорош против ногой и плоти Но бесполезен против врагов в доспехах Здесь лучше почаще смотреть наверх Ребята По-моему, именуемые палачами Очень резвые и мощные Если они нападут на меня толпой То они могут поздоровиться с моей дубиной Он уже и второй Хм, можно не дожидаться Как он встает Так, что-то он дал И я не успел даже посмотреть Они сидят на этих колоннах Так, и здесь еще один Можно, в принципе, их сбивать с лука Это не хочет спускаться Нехороший человек Давайте попробуем его сбить кинжалом Слишком переоцениваю Я дальность своей дубины Так, зря пью эстус, конечно И здесь можно упасть В самый подходящий момент К тому же здесь еще и полые болтаются Поднимайся Спортсмен Ну, конечно же С того только отойти Очень такой атмосферный мостик Чистилища нежити Да, и В шкалере здесь добавили Очень мощного НПС Так, еще один поднялся Сразу подчистим Ступление назад В оригинале Насколько я помню Его, по-моему, не было Ну Против Ага, против НПС Такой Номер не пройдет Да, дубина, конечно, против него решает Без дубины здесь с ним Было бы Достаточно проблематично справиться Ну и прокачка, конечно же, тоже решает Если сюда прийти Сразу же Как только добраться до этого леса То Особенно если вы придете сюда на ранних порах То, скорее всего, вы От него Твою мать Отгребете Я думал, что здесь просто можно Пробежать Ну НПС здесь не оживает Так Ну, давайте попробуем По которой попытки туда допрыгнуть На самом деле здесь Достаточно проблематично Так-то Прыгнуть туда Огненное семя Огненное семя, кстати, неплохой предмет Позволяет прокачивать Нашу пиромантию Так Там с той стороны По-моему, ничего Ну, давайте Убьем этих Двух недобитков И можно выдвигаться К боссу Колесница палача Эдакий Пазл Босс К тому же Его еще можно убить Двумя разными способами Один из них Очень долгий Муторный Но зато более безопасный Это просто стоять В этих проходах И Стрелять в него Из лука Эти некроманты Они восстанавливают скелетов Поэтому в первую очередь Нужно позаботиться О них И второй способ Это добраться До рычага Чтобы опустить решетку И сбить Наездника С колесницей Это здесь еще один Муторый Спас скелетов Можно, конечно, не убивать Но колесница Их не убивает С одного удара Также здесь полезно Использовать Красивые черепа Для того, чтобы Отвлекать Внимание скелетов Кстати, я, по-моему Некроман-то пропустил А, нет Вот По-моему Их тут двое Я могу ошибаться И вот Как раз Трычаг Проход Лошадь падает Теперь нужно Разобраться С лошадью Лошадь Лошадь Достаточно Проблематичный Противник Может Меня даже Залегать Поставим Поставим Эстус Давай Беги А еще Уметь Плеваться Тьмой Упс Что-то у ворот У меня не сработало А это Не заладилось С этой лошадкой Вроде Вроде кажется Что в ней такого Но, блин Очень какой-то проблемный у меня Уфсет К тому же Еще и место Такое Особенно Развернешься Пока на полет Можно Забежать За запись Да Нам не интригаться Логично Это же лошадь Что ж Проще Ну вот Как-то так Не очень Как-то красиво Получилось Ну ладно Здесь также Еще можно Собрать Несколько предметов И здесь У нас Обрыв И как раз Если Расстрелять Лошадь Из лука Ну или Из арбалета То она Просто не сможет Перепрыгнуть Через Этот обрыв И упадет В яму Это Выглядит Очень эффектно То есть Ее нужно будет Подойти И помочь ей упасть Она будет Пытаться Выкарабкаться Но Безуспешно Так И я просто Пробегу Посмотрю Ничего Или я здесь Не пропустил По-моему Здесь Ничего Не пропустил Просто Сделал Лишний круг И эту Лошадь Мы еще Повстречаем Немного Позже Вообще Во втором Dark Souls Разработчики Грешат Тем Что Под конец Начинает Повторяться С боссами Не очень часто Конечно Но есть у них Такой Грешок И здесь У нас Такие вот Статуи Это еще Один Ковенант Чтобы В него Вступить Нужно Поговорить С этим Маленьким Человечком Поговорить 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Хм... Похоже он у меня забрал Вот такой красный глазик Ну да ладно И бросок крови это лучший PvP ковенант Сейчас я не в сети, но... Но если вы хотите участвовать в PvP битвах То вот как раз этот ковенант вам и нужен Да, знак с глобой называется предмет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Также у него продается несколько предметов Это большая коса Большая коса для сбора урожая Это не оружие, а инструмент фермера Кажется, огромное лезвие косы было наполнено некой силой Возможно рожденной из страха ее жертв Также он продает сет Костяного Короля Корона Повелителя Скелетов Хорошо защищает от тьмы Старый Железный Король отправил своих лучших людей уничтожить нежить Но перерождение стерло их память Это сет Повелителя Скелетов Тех самых, которых мы уже победили Мантия Повелителя Скелетов Хорошо защищает от тьмы Те, кого в свое время послали бороться с нежитью Сами стали полыми И основали собственное Королевство Костей Изысканная нить Мягкое и тонкое кольцо, похожее на нить Обвязанную вокруг пальца Вторгающимся противникам будет проще найти ваш мир Кто создал такое кольцо и зачем? Возможно, это один из вопросов Ответ на который лучше не знать Но если вы хотите, чтобы вам чаще вторгались То, пожалуйста, покупайте, одевайте И также у него продается, наконец-то, красный мелок Давайте его тоже купим Треснувшее красное око Красный мелок, предмет для игры по сети Оставляет знак вторжения Перенеситесь в иной мир в виде темного призрака И победите призвавшего вас И вы получите знак злобы Некоторые мертвецы остаются исполнены благородством Даже погрузившись во тьму Красный мелок для них Ну, думаю, что такое красный мелок Объяснять нет смысла И так все наверняка его знают Также еще он продает немного пирамантии Огненный шторм Древняя перубытная пермантия Рядом с колдуном вспыхивают Столпы пламени Говорят, что огненный шторм Воплощает пламенный огне своего создателя Мощное поджигание Такое мы уже видели И кнут огня Древняя перубытная пермантия Поражает врагов огненной плетью Это, кстати, тоже у нас уже есть Так, так же он нам еще подарил Колечко Крест крови Кольцо Ковенанта Братста Крови В этом кольце нет ничего особенного Возможно, клятва Просто способ утолить амбиции Тех, кто ее дает Если вы дали эту клятву Тогда вы знаете, чего хотите Промокнуть насквозь от крови собратьев Случит очень зловеще Ну что ж Здесь мы Можно сказать, закончили Но По-моему, здесь есть что-то еще Есть еще Здесь один предмет Прокрасывается по краю Или нет? Да, есть Треснущее красное око Две штуки Здесь у нас костер И можно возвращаться На журу Двсе По-моему, здесь Для настоящей По-моему, здесь